а вот и даже дорогой бабай приветствую тебя здорово здорово позади а у тебя что-то со звуком погоди погоди не менее минутку 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 сейчас появилась сейчас как а сейчас тебя слышно отлично всем привет чату привет всех привет дорогой бабай с нами на видеопроводе ну как ты дорогой как 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 я наблюдал пристально за тем как ты огромный красавец достойно так встретил александра бабичева прям вообще ну круто я смотрел молодец большая алюмина ты набегался эмоции наверное много переволновался наверно ну красавчик переволноваться то не очень переволновался я уже достаточно взрослый мальчик и но было интересно было интересно было очень интересно получить люлей от бабичева потому что мы просто папа узбекской по узбекской по традиции понимаешь гости это у нас это святое я сейчас я сейчас расскажу еще сколько что творится у меня на канале в комментариях может быть ты это отслеживаешь тоже выйду там очень я нет я при я выпал последнее время особенно с последними событиями немножко выпил выпал да давай начнем с первого первое я рад видеть тебя робоч я взаимно рад видеть тебя я надеюсь что у супруги со здоровьем все идет на поправку все хорошо мы мои почтения передаваешь здоровье силы и скорейшего выздоровления спасибо обязательно мы уже даже вместе на рынок сходили ну как его это хороший знак это хороший знак мы ей надо ходить сейчас у нас стало уже попрохладнее сейчас вернется саша с душам бы уже будет гораздо легче ему бедные вода наркобидно было какому жаркого очень жарко просто было вот как и какой-то прям вот этот это время у меня бахмел наверное тоже это время у нас называется челя она начинает челя до начинается она 25 июня и продолжается до 5 августа 40 дней так вот она ради это челя ради того чтобы порадовать бабичева она продлила свой срок и был полный трэш он говорит я не могу ты посмотри говорит баба говорит жена говорит она как легче переносить чем я я не могу просто но он выложит ролики очень много вопросов тоже кого к твоим подписчикам я познаю что у нас есть общие подписчики вы все просят меня кстати тут валом валят сердечки куча сердечки цветочки я верю ведь верю верю ребята это вам все из ташкента от баба вы все говорите побольше побольше роликов побольше снимай давай стримы ребят я один раз уже на канале это написал объяснил даже в видео записал ну блин но это же человек в отпуске я себе представляю я приезжаю предположим гипотетически приезжаю в гости к кроме и все мое пребывание он вокруг меня бег вокруг меня бегать с камерой и снимает каждый мой извиняюсь пук ну блин ну это это друзья это реальный напряг кто-то тут 12 максимум три дня вычет приехал на 10 дней скажем на две недели люди встретились провели несколько дней потом человек отдыхает смотрит ездит это понятно исключительно из уважения к своим подписчикам исключительно из уважения к моим подписчикам и вообще все уважая всех кто ждал этого приезда в ташкент саши он вышел он сам сказал нет мы выйдем я говорю саш ты уставший нет мы выйдем мы будет стримы вот этот стрим вы видели в каком он был состоянии со мной он был нормальным уставший во-первых уставший а во-вторых дело в том что сейчас многие могут удивиться вот в такую жару как у нас очень просто простыть он простыл он еще и приз простыл он себя чувствовал не совсем здоровым так что из не жару простить как легко вот представь себе что ты идешь по этой жаре ты ощущение полное у тебя майка шорты брюки а потом в кондиционер зашел и ты из и заходишь ты в кондиционированное помещение 5 секунд на 5 секунд это и дети этому подвержены и взрослые но теперь я понял да с кондиционерами да я сам я сам несколько раз простужался за кондиционер разгоряченный заходишь помещение как раз тоже надо адептом нашего товарища в кавычках который говорил что бабичевка коротышка маленький азиат ну вот посмотрели видео увидели такой коротышка да коротышка вот если у меня метр двадцать я снизу вверх на него смотрю у меня метр семьдесят восемь но я ниже него вот так что блин ну давайте не будем об этом эту тему вообще закроем и на эту тему разговаривать не хочу очень много того там где вы удивил знает что сейчас будут смеяться все наверное мы находимся в ташкенте мы идем на один из таких старейших рынков черцу то есть видео было и мне пишут ты чушь там бабичев не купил хотя бы килограмм мяса в подарок ребят вы серьезно я куплю попрошу во первых я не я не привык что-то просить это раз во вторых надо понимать если я куплю килограмм мяса еще где-то полтора часа с не буду ходить с бабичевым по ташкенту что с ним станем вы можно будет уже выкинуть его его собаки не станут кушать там быстро все готовится друзья такой живот говорит он даже подарка не привез ребят ну вот ну серьезно ну чуть-чуть то что то что вы понимали когда бабичев ко мне приехал первый раз я вообще вот просто да да поговорили все обсудили ромчик адресу я еду то я как бы ну человек первый раз ко мне приехал он приехал ко мне с двумя сумками продуктов блинчики пирожки фрукты сок компот короче просто приехал вот так вот подарил мне буденовку натуральную настоящих буденовку классную подарил мне и привез вот вкусной еды свежей вот а второе когда мне ко мне приехал я накрыл поляну огромную вот и саша такой как я как мы это все будем есть ну короче чтобы люди понимали ну там все четко короче и очень просто в продолжении темы как перед приездом мы разговаривали с александром он не говорит исканнер ну скажи мне чего-то вычете привезти какой подарок игры ничего не нужно ради бога ты же говорю геленфаген мне не привезешь а нами она мелочи не разменивайся годы геленфаген я тебе не привезу а саша за сюда что меня ругал там ну вот по традиции мы начали его водить под самым таким интересным местам ну хорошим местом где можно покушать он уже на третий раз мне сказал бабай гай вот это все что ты мне показываешь я все вижу я знаю у нас то же самое есть говорит вот эти официанты говорит и прочее прочее мне говорит нужен узбекский фаст-фуд говорит быстрая еда вот на улице чтобы я чувствовал запах чтобы рядом со мной стоял мангал и чтобы это мясо готовилось при мне и вот когда мы поехали на чаревакское водохранилище кто с ташкента у меня сейчас поймет у нас есть место такое бочка бочка это перед черваски водохранилище мы уйма кафешек забегала вот прочего 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 вот мы на обратном пути мы приехали и зашли в кафе под названием на минутку арбат да ладно да так и называется арбат видео есть это заказываем все а там есть суп у нас в узбекистане мастова называется вот там готовят люди за сто километров из ташкента едут на эту бочку чтобы покушать мастову говорит о заведении да это очень вкусная сумму заказали значит по пол порции этого супа заказали шашлык а они говорит а я увидела говорит в меню а вот здесь есть форель я хочу форель запеченную на мангале и не проблема картинку показал вот вот и вот эту тарелочку говорит окей вы значит все съели шашлык съели салаты там компот компот там шикарно делать вишневый прямо прям бомба-бомба захотелось и под конец приносит нам форель ты самый большой казан у меня на голове видел да так вот это форель в этот казан не поместится там вот такое блюдо огромное а я в шоке форелька вот такая это чё говорит замутан такой ничего себе ну как бы ну да в принципе ну и в которой сам реально принесли такую громадную рыбину но блин в экран не помещать ну 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 ничто не травма где-то где-то чуть-чуть не доставал до полметра короче мы по кусочку все нарезали по кусочку мы вас ели но не выбрасывать же это все заверну с собой нам упаковали да да там ты куда если уже до этого съели столько еды и думали что это индивидуальное блюдо тут она накормит не только ваш тола еще два наверно вот в общем надо было заказать только эту фары и салаты и нам бы вот так хватило то есть мы сидели вот уже обалдевшие такие причем сидели мы на топчине у вас как говорят у нас здесь у вас была кома от еды короче это называется сахарная кома как мне объяснила они мы к на обратном пути уже в машине все так раз и вырубились итог что мы эту форель еще дома по договоренности то есть саша ведь но я в гостинице не возьму я говорю ну хорошо я заберу мы еще три дня и и кушали ну слушай саши не интересного зачем он хочет посмотреть попробовать разные другие тут понятное дело да просто ну не не неожиданный сюрприз вышел с размерами рыбы завтра друзья завтра дубль 2 я опять встречаю бабичева он от тебя уехал если вот завтра возвращается он 12 улетел в душам б за потому что он был среди на стриме и желал всем привет и солнечного душам б да он душам б я днем он не самый интерес там будут очень интересные съемки если он это выложит все увидят что такое среднеазиатская швейцария это есть ущелье варзоп вы все будете шоке просто там есть голубые ели там тетет горная рука река и там летом летом туда когда едут отдыхать с собой берут теплые курточки потому что вечером ночью прохладно хламы днем прохладно там ущелье там солнца не бывает а даже там супер просто я сам очень хорошо знаю душам бевлю так что вы ждите саша это обязательно выложу да блин круто круто спасибо за затравочку you welcome to приезжать теперь твоя очередь у меня доки делаются я сначала к своей любимой потом буду уже вторым визитом россии уже там на почти пмж ну ты понимаешь у меня родители здесь мать на инвалидности мне как минимум два-три месяца здесь в год надо будет проводить плюс мне налоги надо свои платить понимаешь плюс я буду работать на удаленке и попытаюсь как бы сохранить хотя бы половину своей зарплаты понимаешь вот потому что я могу 80 процентов своей работы выполнять на удаленке мне нужен просто компьютер и интернет и все вот понимая интернет есть то есть до планирую как бы вот переезжать и как бы тоже развивать вот это вот детскую бумку и помогать и моим вот именно вторым приездом я уже тогда вот буду объезжайте вот как минимум 56 человек которые просто реально ждут вот и баба я с удовольствием приеду к тебе и обязательно хочу посмотреть и чтобы ты вот это все мне показал и даже будет похрен жарко не жарко я это сделаю приезжай приезжай в сентябре изобилие полностью то есть вот от от рынков конечно забыл саша рынке 30 лет все-таки его не было на родине как он от рынков просто в шоке был изобилие полное вот сейчас у нас прямо золотой сезон все есть он там этот дамский пальчик он был килограммами потребляет просто сейчас арбуз сейчас сезон арбузов я обожаю это время потому что я их солю именно по-молдавски вот и они получаются бомбезные просто бомбезные потому что этот оригинальный молдавский рецепт там он изменен короче с еврейскими прибамбасами получается просто вот у меня дед прадед они солили короче именно в бочках короче из берега с разного я пробовал я пробовал рецепт это вот несколько поколений передается и это просто ну реально я вот чтоб ты понимал я вот был в пока нас в друзей вот когда первый раз туда ездил знакомиться там с юрой ли второй раз как раз делали соленья я взял баночку арбузов и помидор чтобы ты понимал баночка вот нас было сколько нас было 11 человек или 10 человек за столом на улице сидели на веранде вот я выложил эту баночку вот там я не знаю я не знаю сколько было кусков 25 вот никто не считал просто фишка в том что вот я к чему говорю мне не жалко боже упаси нет он был настолько вкусный что эта тарелка опустела ровно за даже даже минуты не прошло ты понимаешь это просто 3 лет а помидоры которые ну тоже офигенно засолены они стояли где-то одну час пока их съели это же все съели понимаешь вот разница то что просто уметнули все как что как посолить где можно где купить чтобы ты понимал я в какой-то момент 2010 или 11 год принес тарелочку в один из мега супермаркетов локальных славянских надкос называется и мне владелец на тот говорит принеси меня пожалуйста через неделю 90 ведер я говорю я прихожу домой говорю давайте как нам у тебя нет просто физически невозможно никто как бы финансово не хотел в этот момент пригодится я как бы ну оставил эту фишку поэтому как бы рецепт есть очень бомбезные на котором можно может быть на сцене магазин от его на самом деле с твоим лицом что-то получится потому что сколько раз пробовал делать соленые там арбузы ты знаешь беда такая у все из всего что я готовлю плов получается ладно робот не буду отвлекать у тебя свой контент всему чату из ташкента всех всех огромная всех люблю его солнечный бабай да рад был тебя видеть юлия юри сереже большой привет от меня собаку патчу да да папа собаку почеши за ухом они это любят обязательно спасибо тебе еще отдельная за баба и болт я слышал они в пути вот поэтому спасибо тебе огромное но я на я я я это об этом думал саша он молодец просто я его я понимаю что это же понятно что ему спасибо огромное но в том что ты поддержал как бы с этим помог и все это саша меня немножко расстроил я предпринимающим делал я приготовил хотел приготовить тебе тоже еще один подарок парадный выходной казан отправить тебе он сказал нет тяжесть я не привезу завязочка давай рад был тебя увидеть встретимся еще на просторах рулетки всему чату я всех рад был видеть всего хорошего я вас не вижу но я ваше присутствие чувствую друзья всего-ка взаимно взаимно как можно не чувствовать такой позитив добра тебе и твоей семье спасибо спасибо давай до встречи до нее ну вот встретились хотели и встретились хорошо